Я не встречал ни одного человека, который был бы равнодушен к Москва-Сити. Самый высокий пентхаус в Европе, самый высокий бассейн в Европе, самый высокий медиаэкран в Европе. Комплекс Москва-Сити не так быстро появился. Строительство его началось почти 30 лет назад и продолжается до сих пор. Считается, что нет ни одного человека, который был бы равнодушен к проекту Москва-Сити. Его либо боготворят, либо терпеть не могут. В свое время писатель Юрий Нагибин отозвался о Москва-Сити как о вставной челюсти Москвы на фоне сталинских построек. Здесь более 4 миллионов квадратных метров недвижимости. Около 22 масштабных объектов. В него вложено более 12 миллиардов долларов инвестиций от частных предпринимателей. Сейчас проект насчитывает около 30 объектов, среди которых небоскребы, парки. Кто, кстати, знает, где Москва-Сити парки? И, конечно, посадочные площадки для вертолетов. Первое сооружение Сити, башня 2000, является, пожалуй, единственным сооружением, созданным четко по задумке. Площадь будущего проекта была поделена на 20 участков. В центре, по первоначальной идее, должен был располагаться зеленый парк, схожий с манхэттеновским. Там же должны были располагаться транспортная развязка и парковка. А вокруг парка могли бы быть здания в виде подковы, увеличивающиеся по высоте спиралью. За каждый участок должен был отвечать свой архитектор, у которого был бы свой небоскреб. Как это часто бывает, планы изменились. И на месте парка сейчас располагается Афимол. Торговый центр. Ну, конечно, отдавать кусок драгоценной земли под лужайки со скамейками, когда можно рубить денежки с арендаторов. Не была также построена задуманная башня Россия, высотой в 612 метров, что должна была собрать в одно целое все высотки Сити. Напишите в комментариях ваши догадки, почему она так и не была построена. Также не было сооружено и 72-этажное здание мэрии, высотой в 308 метров, и с крышей в виде буквы М. Инвестора не удалось убедить отдать таким образом половину площадей правительству. В 1995 году строительство Сити было заморожено из-за нехватки средств. Но в 2003 году проект стал привлекать инвесторов снова и стал развиваться. Москва-Сити – это буквально город в городе, где в другой район можно добраться не только горизонтально, но и вертикально, на лифте, или перейдя по лестнице в другое здание. Прежде чем узнать стоимость аренды офиса в Сити, давайте посмотрим, кого мы здесь можем найти. Помимо правительства Москвы, здесь находится IBM, AMP Global Clearing, брокерская компания, Ada Production, продюсерский центр, Barbie & Ken Model Management, модельное агентство, Fuji TV, телекомпания, штаб-квартира корпорации «Уралхим», «Норникель», ВТБ и другие 1990 компаний и организаций, что большее количество фирм на территории главного французского делового центра «Ля Дефанс». «Ля Дефанс» – на минуточку, самый большой деловой центр Европы. Его называют «Парижский Манхэттен». В районе проживает 20 тысяч человек, а работать приезжает еще 150 тысяч служащих. Но при этом здесь на 500 фирм и организаций меньше. Проживающих там, однако, больше, чем в Москва-Сити. В Москва-Сити, для сравнения, проживает всего 8 тысяч человек. Примерно столько же живет и в Лондонском Сити. Но Лондонский Сити – это исторический район в центре города со своим шармом, разнообразной архитектурой, чего не встретишь в главном деловом центре Москвы. Небоскребы Лондона возвышаются над тем, что осталось от средневековых улочек. Здесь куча модных ресторанов, пабов с выходами прямо на улицу, чего так не хватает в Москве. Да и считается, что Лондонскому Сити уже почти 2000 лет. Сюда каждый день на работу приезжает в 6 раз больше людей, чем в московский – около 300 тысяч человек. И не стоит забывать, что в Лондоне есть и Кеннери Уорф. Это еще один деловой центр. Отдельно про него вы можете узнать в моем видео «Лондон. Город будущего». Линк найдете в описании к данному ролику. Московский Сити иногда называют ответом «Волл-стрит». Деловому району на Манхэттене. «Волл-стрит» – источник большей части доходов Нью-Йорка. Не только в сфере финансов, но и страховании, и недвижимости. 35% – столько финансовый район обеспечивает в бюджет города. Именно здесь четверо трейдеров подписали соглашение о торговле акциями, откуда берет начало Нью-Йоркская фондовая биржа. «Волл-стрит» – довольно большой район. Его территория растягивается на 8 кварталов, длиною в 1100 метров. Проект Москва-Сити, в свою очередь, берет начало в 1991 году, когда архитектор Борис Тхор предлагает преобразовать промышленные зоны рядом с экспоцентром в современный деловой комплекс. Изначально реализация программы предполагалась до 2020 года, однако в итоге строительство комплексов затянулось. Каждая из башен комплекса имеет свое название, а внутри – офисы, залы конгрессов, гостиницы, рестораны, развлекательные комплексы, выставочные залы, фитнес-клубы, кинотеатры, караоке, магазины, салоны красоты, своя почта, химчистка, поликлиника и даже, внимание, кукольный бордель, где можно провести время с силиконовой куклой любой расы за 5000 рублей в час. На протяжении своих 20 лет строительство Сити даже успел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Люди, занимающиеся хайлайном, проходят по стропе, натянутой между небоскребами Сити, на высоте около 359 метров. Глядя на все это, хочу задать вам вопрос. Хотели бы вы здесь жить? Конечно, сам факт обладания квартирой за миллион долларов не может не радовать. Но вот так, по-простому, по-житейски. Здесь некомфортно просто выйти, пойти погулять с собачкой или присесть в кафе за чашечкой кофе, закинуть ножку на ножку и любоваться на прохожих. У вас не получится. Со всех сторон проходят эстакады и в несколько рядов круглосуточно толкаются автомобили. Железная дорога, ангары, хрущевки – все это вокруг Москва-Сити. Кто почувствует плюсы роскошной жизни в этом районе? Очевидно, тот, кто здесь работает. Сколько стоят эти плюсы? Квартира здесь может обойтись в 100 миллионов рублей. Может больше. Но какое это имеет значение для покупателя? Где есть 100, есть и 200. Не так ведь? Стоимость парковки – 380 рублей в час. Но и удивляемся только мы, приезжающие сюда пофоткаться рядом с самыми высокими зданиями России и Европы. Объясните мне, друзья, в чем подвох? Вот машина, вот шлагбаум. А оплата парковки – за шлагбаумом. То есть вы должны остановиться перед шлагбаумом, пойти за шлагбаум, чтобы сделать оплату и потом вернуться в машину. Почему оплата парковки, вот эта штука, не должна находиться здесь? Цена за квадратный метр жилья колеблется от 469 тысяч рублей и доходит до 1 миллиона 190 тысяч рублей. Это не квартира целиком, это один квадратный метр. Если вы решите открыть здесь свое представительство, аренда скромного офиса в 60 квадратов обойдется в 200 тысяч рублей. А если у вас какой-нибудь стартап, в который вложились зарубежные инвесторы, то вам может подойти и что-нибудь покруче. А цена на покруче доходит до 15 миллионов рублей за помещение. Это ежемесячная арендная ставка. Другой плюс, который, как ни странно, в самом деле привлекает многих – красивый вид из окна. Но сразу же стоит сказать о минусе, который его может перекрыть. В буквальном смысле этого слова. Строительство продолжается. Вполне может случиться так, что весь обзор вам закроет какое-то новое здание. Пожалуй, главный минус при покупке квартиры – прописаться в ней вы не можете. По статусу данные апартаменты не являются жилыми помещениями, а потому зарегистрироваться-то нельзя. Следующий минус. Несмотря на статусность этой роскошной жизни, летом горячую воду у вас все равно отключат. А лифт здесь вы будете ждать, как и все. Может даже и полчаса. Во-первых, офисные сотрудники, которые пачками едут наперекур или с перекура. Во-вторых, час пик никто не отменял. Пробки в Москве – это проблема не только на дорогах, но и возле лифтов в небоскребах. Останавливаются эти лифты, как автобусы на каждом этаже, собирая сотрудников, которые еле туда помещаются. В США раньше существовали специальные люди, которые в лифтах на кнопочки нажимали, чтобы не было такой ситуации. Ой, а мне на 12-й не нажмете, пожалуйста? Некоторые сотрудники даже поменяли свой график работы, чтобы не попадать в эти лифтовые заторы. Конечно же, здесь у вас в пешей доступности и куча ресторанов, и спортзалы, и салоны красоты. Но мне это чем-то напоминает жизнь в торговом центре. А если у вас есть дети, и вам их нужно определить в сад, или школу, или университет? Ситуация, мягко говоря, скудная. Где им гулять? Покупая квартиру, прописаться в ней вы не можете. Соответственно, ни государственный сад, ни школу вам не предоставят. А их здесь и нет. А зачем, спрашивается? Они тут нужны. Ведь если так посмотреть, кусок земли-то небольшой. Размахнуться особо негде. Разве что ввысь. Отдавать драгоценную землю под парк, или сад, или, не дай бог, школу, это как минимум противоестественно. Как это бывает с многими городскими объектами нашей столицы, перед строительством было много обещаний о создании общественных пространств. Уменьшение пробок, экологичности вот этого вот всего. Что имеем спустя 20 лет? Имеем гигантский бизнес по аренде офисов, квартир и торговых точек. Все. В том же деловом районе Кеннери-Ворф, Лондон, находится один из корпусов университета Куэн-Мэри, университета Сазерленда, где обучаются студенты из более чем 90 стран мира. Район имеет прямую связь с аэропортом Сити, что прежде всего важно для сотрудников международных компаний. В тех же Арабских Эмиратах первые этажи высотных жилых домов оборудованы парковками, детскими садами. На крышах могут быть разбиты сады или оборудованы зоны для отдыха с бассейнами. Об этом у меня также есть ролик. Линк будет прикреплен в описании. Ну и наконец, мы же сюда приехали не жить и не дай бог работать, а делать красивые фотографии, гулять и отдыхать. Ресторан Небо, ланж-бар. Кальянная на 53-м этаже башни Империя. По субботам здесь проходят вечеринки с диджеем и фотографом. Средний чек 3000 рублей. Без напитков. 360. Название говорит «За себя». Это ресторан с панорамными окнами и обзором на 360 градусов. Вид открывается на сталинские высотки, Кремль и московские крыши. Находится ресторан на 89-м этаже башни Федерации. Средний чек на человека 2500. Крафт, лофт и компот. Заведение чуть проще. Здесь можно найти настоящую домашнюю еду. Во время обеда и ужина тут шведский стол, а во время спортивных матчей трансляции. Средний чек 1100. В башне Федерации на 62-м этаже находится ресторан Сыксти с разбитыми окнами. Для того, чтобы проверить их прочность, в них кидали арматуру, стулья и даже китайца. Но нет, в ресторане стекла побиты не из-за этого. Они пострадали еще во времена начала стройки. Но их замена была бы слишком дорогой. И потому было решено оставить окна с трещинами. Что даже придает ресторану свой особый шарм. Дорого. Для туристов будет интересно посмотреть на район не только снизу, но и сверху. Смотровые на крышах. Выше только любовь. Открытая смотровая на крыше башни комплекса Ока. На высоте 354 метра. Самая высокая смотровая в Европе. Здесь играет фоновая музыка, проходят концерты. Открыт бар. Есть Wi-Fi и туалет. Есть возможность одолжить плед для полного уюта. Посетителям положен комплимент. Напиток и десерт. Панорама 360. Располагается на 89 этаже башни Федерации Восток. И является второй по высоте в Европе. Высота 327 метров. Круговые 6-метровые панорамные окна. Позволяют лицезреть все красоты Москвы. Дорога на лифте занимает около минуты. Так как лифты высокоскоростные. Здесь есть музей и фабрика мороженого «Чистая линия». Где можно не только попробовать, но и понаблюдать за процессом его приготовления. И узнать историю мороженого в СССР. Здесь есть и фабрика «Шоколадо», где он готовится по итальянским рецептам. Обе фабрики были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые высокие в мире. На 65-м этаже и на высоте 215 метров небоскреба башни «Империя» есть музей высотного строительства. И еще одна смотровая по совместительству. Здесь в рамках экскурсии служители узнают о самых основных достопримечательностях Москвы и о том, как строились башни комплекса «Москва-Сити». Посетители могут посмотреть, как должен был выглядеть комплекс по первоначальной задумке архитекторов из Советского Союза. Здесь же любой желающий может совершить виртуальный полет над Москвой с помощью очков виртуальной реальности. В башне «Восток» в клубе «Небо» на 60-м этаже и высоте 250 метров находится самый высокий в мире бассейн. В башне «Меркурий» находится самый высокий в Европе открытый балкон. Есть те, кто бегут из большого города на выходные, а кому-то может, наоборот, захотеться окунуться в мир больших денег и роскоши. Рассмотрите вариант остановки в одной из гостиниц «Сити» «Новотель». Отель со спортзалом и хамамом «Империя Сити». Местный самый высокий отель, расположенный на 55-м этаже. Как доп. услугу вы можете заказать фотосессию с украшением номера. Если вы грезите тем, чтобы переночевать в «Сити», но не хотите раскошеливаться на отеле, вы можете остаться в хостеле. И он здесь не один. Выбирай любой. Хостел, Айкон, Сей Вау, 47-е небо или The Seven Hostels. Десять лет назад, когда я приезжал в «Сити», он мне казался нагромождением небоскребов с полным отсутствием единой органичной системы функционирования. Я приезжаю сюда сейчас, и он так и не стал единой органичной системой. Здесь царит хаос, амбициозность и кич. Ни о каком едином архитектурном ансамбле речи быть и не может. Но «Сити» не может не притянуть наш случайный взгляд, сбивая с толку своей постмодернистской абстракции. Десять лет назад, когда я приезжал в «Сити» не может быть и не может быть и не может быть и не может быть и не может быть. Сити» не может быть и не может быть и не может быть и не может быть. Субтитры создавал DimaTorzok